В эфире Первого Балтийского канала информационный блок «Доброе утро, Таллин». На этой неделе начинается самая масштабная часть работы по продлению трамвайного маршрута в сторону столичного аэропорта. Более подробно на эту тему мы поговорим с председателем правления Таллинского городского транспорта Энна Тама. Энна, доброе утро. Доброе утро. На дворе вроде бы зима и в такую погоду не ведутся же дорожные работы, но на участке в сторону Юлиместа все как раз в самом разгаре. Здесь некуда деться, надо продолжать. Мы теперь до сегодняшнего дня уже пришли из-под железной дороги с новым туннелем. И теперь мы продолжаем и пойдем из-под Сурса-Амаде уже на улицу Кевизе. И эти работы надо теперь заканчивать, как быстрее, тем лучше. И после того, после того мы уже пройдем по улице Кевизе прямо к аэропорту. Но вот сейчас все под землей ведется или уже выше на поверхность? Что касается из-под железной дороги, мы уже заканчивали работу, но теперь осталось еще из-под улицы пройти. И после того уже туннель, то есть трамвайная дорога уже поднимается на землю. Пока вам снег, зима не мешает? Ну не мешает. На улице ноль сегодня. И, кстати, мороз мешает только до глубины 1 метра в 30 сантиметров. А после того уже тепло. Энна, скажите, вот данный проект, насколько он необходим городу, на Ваш взгляд? Ну, разумеется, все проекты, что касается трамвайной дороги, они очень нужны для города, для горожан. И после того, если мы эти работы теперь кончаем на направлении аэропорту, то все наши пассажиры могут, используя трамваи, приехать в аэропорт. И все наши гости, используя трамваи, уже ехать в центр и оттуда уже дальше. Существенно упростит дорогу вот эту, да? Да. Энна, скажите, пожалуйста, где и когда водителям нужно набраться будет терпения или искать обходные пути? Ну, конечно, надо набрать терпение. Если такие кругомастапные работы произойдут, всегда там некоторые неприятности вместе с ними. Ну, поскольку мы там свой проект будем вести половиной с половиной, то есть закроем одну половину дорогу и две полосы останутся. То есть, если сегодня все водители могут использовать два полоса в одно направление и два полоса в другую, теперь останется один и один. Так что полностью мы не закроем, ну, просто времени больше придется. Кстати, о времени. Вот когда заканчиваются работы, когда уже откроют новые трамвайные пути? Ну, в первом очереди все-таки мы полностью снова откроем дорогу для движения. И это в конце февраля уже в полном объеме. Но с трамваем в аэропорт можно будет ехать, ну, я думаю, 25 августа. То есть, можно ли говорить сейчас, что до финала еще не дошли, но вот вышли на какую-то финишную прямую? Да, это уж точно. Если мы пройдем из-под Сурси-Амадея, там действительно уже финишная прямая, то есть аэропорт уже видно. Так что только по прямую. Еще один вопрос, касаемый Коплинских трамвайных путей. Что там происходит? Потому что многие жители думают, что там все перекопали и все, и заморозилась стройка. Нет, так это, конечно, не останется. Это все мы в графике, все темпы мы держим. Сейчас как раз произойдут работы, связанные с проектированием, перекрестки. И как только погода позволяет, я думаю, в марте мы уже продолжаем. Мы же убирали старую железную дорогу, все инфраструктуры, мачты, подстанции. Сейчас они уже изготавливают новые уже контейнерные подстанции. Они только привозят и на место поставят. Так что если теперь снова начинают работы, это очень быстро пойдет. И так же, как и с аэропортом, так и здесь должны все работы, что касается движения трамвая, должны будут заканчиваться к первому сентябрю. То есть к этому моменту, если дети уже начинают снова ходить в школе. Сроки все выдержаны, вы все контролируете? Да, так и есть. Спасибо вам большое, желаю вам успехов. Благодарю вас. Информационный блок «Доброе утро, Таллинн» подошел к саму завершению. Напоминаю, что у нас в гостях был председатель правления Таллиннского городского транспорта Энно Там. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...